Мы проходили обучение 6 месяцев. За это время нам преподаватель полностью рассказывал все, что он знает, и передавал свои знания нам. После 6 месяцев нам предложили выбрать тему своего дипломного проекта. Я выбрал тему 2D платформер. Хотел сделать что-то на подобии Марио, но со случайной генерацией уровней и несколькими персонажами на выбор. Так как в 2D платформере все внимание сконцентрировано именно на игроке, то большую часть времени, где-то половину всего времени на подготовку, я потратил на именно самих персонажей. Затем начал продумать логику самого уровня. Сделал объекты, по которым можно было забраться вверх или которые можно было толкать. После этого начал думать, как сделать, чтобы урони были случайными. За основу взял генерацию из игры с пеланки и переделал ее под мои нужды. Как только мои уровни начали генерироваться, то я заметил, что они уже очень сильно пустые. Начал добавлять врагов и разбросанные по уровням предметы. Потом захотел добавить разного рода фишки. Добавил боссов в конце игры. Начал разрабатывать систему улучшений, которые выбираются перед самим уровнем. И эти улучшения, они сохраняются до конца игры. Потом, когда понял, что все более-менее играбельно, заметил, что игра у меня абсолютно тихая, без звуков. Добавил звуки, звуки брал на случайном генераторе 8-битных звуков в интернете. Стало получше. Для большей красоты добавил разного рода эффекты. И моя игра прям засветилась и заиграла новыми красками. Все текстуры я брал из бесплатных ассетов, где-то в интернете. Все было найдено бесплатно. И вот такая игра у меня получилась на выходе. Если подведить итог, то всех знаний, которые дал нам преподаватель, хватило с головой для того, чтобы сделать такой проект. Преподаватель дал нам все возможные здания. А если нам чего-то не хватало, то в любой момент можно было спросить опять же у преподавателя. Он давал развернутый ответ и даже мог сбросить видео, где можно наглядно посмотреть, как это сделать. Я остался на 100% доволен. Продолжение следует...